Почти каждый из нас считает, что вот есть фирменная техника, именитые европейские, американские и японские марки, а есть какая-то менее привилегированная и породистая аппаратура. В основном это китайские марки, которые за последние годы хоть и сделали просто квантовый скачок в индустрии, но по-прежнему не встают в один ряд с именитыми марками. Аудиофилы уже, конечно, замечают, что так называемый чай-фай в каких-то областях просто размазывает фирму. Но мы все еще сохраняем какое-то, если не пренебрежительное, то настороженное отношение к китайскому аудио, правда ведь? И вот передо мной усилитель китайской марки Каин, которая, как оказалось, отпраздновала свое 30-летие в этом году и является частью какой-то гигантской государственной авиакорпорации. То есть это далеко не маленькая и совсем не бедная компания, это монстр. Ну так и что, может ли усилитель Каин при таких вводных встать на одну ступень с фирменной техникой? Давайте поговорим об этом. Итак, у нас здесь двухтактный интегрированный усилитель CS150A, самый старший в своей линейке. На самом деле то, что Каин имеет такие серьезные финансовые и технические ресурсы, многое расставляет по своим местам. Потому что когда ты видишь то, насколько он крут в деталях, то это не стыкуется с обычным средним качеством китайской аппаратуры. Да, они сейчас делают очень хорошо, но ты всегда же видишь, что это китайская вещь. Во-первых, где-то дизайн странный китайский, эргономика дурацкая, легко. Во-вторых, где-то откровенная экономия, китайцы не брезгуют дешевое что-то влепить вам, наврать в спецификациях и все такое. Здесь же ничего этого нет. Наоборот, этот усилитель тебя удивляет своим качеством и вниманием к деталям, которые, очевидно, превосходят большую часть фирменной аппаратуры. Вот вам пример. Вы просто посмотрите на краску и ее качество, который покрашен корпус. Здесь шесть слоев автомобильной эмали, цвет, который раньше называли мокрый асфальт. Помните? Я вообще не знаю ни одного лампового усилителя, который был бы так же круто окрашен. Это своего рода читерство, конечно. Но кто из производителей аудио будет так заморачиваться с окраской и столько платить за нее? Это же дорого. Но не для китайской авиакорпорации, очевидно. Думаю, для них это вообще не составляет никакой проблемы. Тут, конечно, кто-то скажет, что ничего особенного, ведь это хай-энд усилитель. Он должен быть таким. Но если вы посмотрите на их более дешевые ламповики, то там то же самое. Я погуглил и увидел, что даже самый дешевый Каин МТ-12Н покрашен так же круто. Вот вам и китайцы. Найдите теперь хоть один усилитель именитого бренда не за миллион, который бы так красили. И чтобы помочь вам его найти, вот вам полезная интеграция. Каин большая компания и производит она много разной аппаратуры, в которой запутаться несложно. Аудиомания эксклюзивно в России представляет ламповые усилители Каин нескольких самых популярных серий. Выбор довольно большой и цены на них начинаются от 62 тысяч рублей. Вы сможете подобрать ламповый усилитель марки по душе и, конечно, с учетом особенностей вашего помещения и колонок, к которым будете подключать усилитель. Ребята в аудиомании вам с большим удовольствием дадут послушать разные модели и помогут сделать выбор. Ссылка на страницу усилителя Каин в аудиомании в описании. Ну а мы продолжаем. Ну а дизайн, ребята. Да, эта вещь субъективная, конечно. Кому-то нравится одно, а кому-то другое. Но объективно. Здесь великолепные детали, шрифты, даже посадочные гнезда для защитной решетки сделаны круто. А какой классный стрелочный индикатор по центру. У Де Агастина индикатор выглядит дешевле и грубее, чем этот. И вот так тут везде. Каждая мелочь в нем сделана очень аккуратно и очень качественно. И это внушает. Но давайте поговорим о конструкции. Усилитель построен на четырех лампах КТ-150 в выходном каскаде и четырех 6SN7 на предварительном и драйверном каскадах. Все они сделаны в Саратове под брендом Tung Sol. Еще одна лампа по центру RCA22DE4, выпрямитель блока питания. И вот еще раз о дьяволе в деталях. Большие лампы КТ-150 посажены глубже остальных, чтобы ламповый Skyline выглядел более гармонично и защитная решетка не была слишком высокой. Но и вокруг отверстий хромированные кольца, друзья. Вы можете настроить ток смещения каждой из четырех ламп выходного каскада. Для этого рядом с каждой есть тумблер и потенциометр. Когда вы удерживаете тумблер в верхнем положении, то на центральном индикаторе стрелка начинает показывать, как настроена лампа. Вращая отверткой винт потенциометра, вы делаете так, чтобы стрелка стояла в пределах обозначенной центральной зоны. Это и есть оптимальное значение. Со временем ресурс ламп будет вырабатываться. Ну, на это уйдут годы, конечно, лет семь. И вот таким образом вы сможете контролировать и подстраивать их работу, чтобы звук всегда оставался оптимальным. Да, с одной стороны, многие ламповые усилители делают это автоматически. Но, с другой, у вас есть определенный кайф в этом взаимодействии с устройством. Мне кажется, что в таких вещах и кроется удовольствие от нашего хобби. Немного повозиться со своей дорогой взрослой игрушкой. Сразу за лампами три больших кожуха его трансформаторов, которые, кстати, мотают сами Каин. По центру большой тор блока питания, а по краям подобранные по парам трансформаторы выходного каскада на шеобразных сердечниках. Очень тяжелые трансформаторы. Из-за них усилитель весит 34 килограмма. Я пока тут его таскал, чуть спину не сорвал. На толстой алюминиевой фронтальной панели расположились кнопка питания, алюминиевая, само собой, тут пластика вообще нигде нет, и три тумблера. Первый отвечает за переключение триодного и ультралинейного режима работы ламп выходного каскада. Второй поднимает ток покоя. Это может помочь, если вы подключаете какие-то особенно тугие колонки. Третий выбор высокой или низкой величины обратной связи. В общем, все это возможность подстройки звучания на свой вкус. То есть, еще один плюс владения ламповиком. Транзисторные усилители обычно ничего такого вам предложить не могут. Обсудим все это дальше. По центру большая ручка моторизированного регулятора громкости Альпс. Вращается с небольшим, но приятным сопротивлением, как и положено дорогому устройству. У нее светодиодная риска, которая светится только когда усилитель включен. Вот тоже небольшая деталь, но кто еще так отважится сделать ручку громкости? Сейчас даже простой кругленький светодиод уже трудно увидеть, а тут прямо многокомпонентная фрезерованная деталь. Кстати, при включении эта риска будет мигать, потому что выход звука отключен до прогрева ламп, который занимает несколько секунд. Дальше ряд зеленых светодиодов, отображающих активный вход, и пара оранжевых, сообщающих о режиме работы усилителя, выбранного первым тумблером слева. Тут же окно инфракрасного приемника и ручка переключателя входов, сделанного на реле. Она такая же, как и ручка громкости, но диаметром поменьше, и здесь нет светодиодного индикатора. Вращается она дискретно и сопровождается вот такими приятными пощелкиваниями реле. Класс! На задней панели три входа и один из них балансный, плюс один вход прямиком на усилитель мощности в обход предварительного каскада. Он вам понадобится, если вы захотите подключить, например, выход на фронтальную пару с кинотеатрального ресивера или, скажем, внешний проигрыватель со своим регулятором громкости. Ну и шесть стандартных акустических клемм для раздельного подключения 4-х или 8-ми омной акустики. Клеммы вполне обычные, я бы, конечно, хотел клеммы поинтереснее, чего уж там. Ну да ладно, за все остальное клеммы можно простить. С точки зрения эргономики в нем все превосходно, ничего не раздражает, нет ощущения, что чего-то тут не хватает в нем и не видно, чтобы где-то сэкономили. Вообще он очень цельный и при этом самобытный. Компоновка вроде классическая, но все выглядит по-своему, со своим узнаваемым образом, которого нет у других брендов. И еще, они не стали сюда впихивать все, что только можно. Это чистый аналоговый усилитель в его первозданном виде. Без цапов, стримеров, блютуз и прочих IPTX HD. Нравится вам этот подход или нет? Это не хорошо и не плохо, просто кому что больше подходит. Что у нас в характеристиках? Выходная мощность 55 Вт на канал в триодном режиме и 100 Вт на канал в ультралинейном. Частотный диапазон от 9 до 50 тысяч Гц с неравномерностью минус 3 дБ, КНИ 2%, сигнал шум 90 дБ, потребляемая мощность 520 Вт и вес 34 кило. Внутри усилителя сплошь навесной монтаж с кратчайшими путями прохождения сигнала и минимизированным количеством паек, посеребренные кабели, ничеконы, керамические гнезда для ламп. Очень круто все внутри. Сами видите, насколько высока культура производства. Но нет смысла это отрицать. Итак, я послушал его с разными колонками. Недорогие радиотехники Вита у меня с ним очень хорошо спелись, хоть и по классу им не ровня. А вот мои электростаты Martin Logan ESLX вполне подходящие по классу пара. К тому же они довольно требовательные к усилению и это хорошая проверка для КАИН в принципе. В качестве источников цифровой транспорта у Render N10, CD-транспорт Metronome LePlayer 4, работающий с ЦАПом Metronome LeDak 2. И все это связано кабелями Nordost Freight 2 от силовых до межблочников и акустических. Со звуком здесь ситуация интересная, так как вы можете его довольно существенно менять, буквально переключая тумблеры на передней панели. Но в целом я не могу сказать, что C150 звучит очень лампово. Да не особенно лампово он звучит. Точнее, он не звучит как откровенно ламповый хрестоматийный усилитель. Да, его звук точно не как у транзисторного, тут вы можете не сомневаться. Но при этом он не особенно чего-то раздувает, раскрашивает, как многие ламповики. КАИН скорее умеренно ламповый звук дает, который, впрочем, вы можете несколько отклонять теми самыми тумблерами на передней панели. Как они меняют звук? Переведя его в триодный режим, вы получите больше сатурации и, как следствие, меньше прямоты и точности. Вам добавится утонченности, но будет меньше динамики. Честно говоря, я обычно выбирал утонченность, но это смотря, конечно, что слушать. Например, новый альбом британского электронного музыканта Криса Кларка, известного как Просто Кларк. Альбом называется Cave Dog. Он мне больше понравился в триодном режиме. В этой музыке все построено, знаете, на каких-то таких легких эфирных звуках. И даже ритм-секция здесь очень деликатная, ну, для электронной музыки. Плюс добавьте сюда субтильные забывания Тома Йорка. Да-да, не знаю, что это за Кларк такой, но у него сам фронтмен на радиохэт на подпевках. Так вот, будучи слегка, подчеркиваю, слегка расслабленной, эта музыка воспринимается ярче. Музыкальный спектакль становится таким более вовлекающим. А то, что немного пропала очерченность, вы не заметите. Это же электронная музыка. Тут не нужно в точности передавать, как скрипка трется о лацкан, да? Нужно больше певучести, и Каин это как раз и дает. Но вы не поймите меня неправильно. Это все равно звук, который остается далеким от классической жирной медленной лампы. Вообще ничего такого. Усилитель очень бодрый даже в триодном режиме. И заметьте, в триодном режиме он выдает 55 Вт, почти половину мощности от ультралинейного режима. Но это вот совершенно не сказалось на контроле электростатов. Они работают так, как и должны, сохраняя свои динамические возможности и высочайшее разрешение. Все в порядке с этим. В ультралинейном режиме повышается мощность, и с ней звук становится строже, пончевее на низах, детальнее, аналитичнее в какой-то степени, потому что верха становится чуть острее и очерченнее. Тут опять же, дело вкуса. Но в этом режиме мне больше понравилось слушать тяжелую музыку. Например, последний альбом всем известных рокеров Clutch, вышедший в прошлом году. Вот он в ультралинейном режиме прямо разрывает тебя. Звук динамичный, сильный. Барабан мега хлесткий. Гитары без остроты. Тут, конечно, транзисторный усилитель наверняка бы показал эти гитары более злобно, да? Но это не очень бросается, потому что общее ощущение от звука здесь – это настоящая лавина. А ударные на вступлении Mountain Bone вообще крышесносно хороши. Что касается сцены, то тут тоже интересно. В ультралинейном режиме она шире и масштабнее, а когда переключаешься в триодные режимы, она прямо ощутимо сжимается и становится центр сфокусированной. Это на такой динамичной музыке особенно заметно. Как будто бы в триодном режиме рокеры немного на поводке, а ультралинейный режим их отвязывает, и они начинают молотить тебя в полную силу. Ну и десерт, друзья. Вот вам потрясающий, моднючий, живой британский джаз. Я когда наткнулся на эти альбомы, их сейчас два, у меня аж адреналин подскочил, как будто я клад нашел. Это просто бриллиант, абсолютно лучший, идеально попадающий в мой вкус джазовый материал за последний год точно. Итак, проект Energy, придуманный лондонским барабанщиком и продюсером Тимом Дойлом, известным как Чиминьо. Это инновационная серия, которая выходит за рамки традиционного понимания музыкальных альбомов, лейблов или мероприятий. Очередное смелое заявление на современной музыкальной сцене Великобритании, оспаривающее традиционное понимание джаза и наглядно демонстрирующее живую энергию музыкального сообщества Лондона. Это нечто большее, чем просто сборник песен или серия выступлений крутых молодых британских музыкантов. Это целая концепция, акцентирующая внимание на энергетическом обмене Energy с аудиторией через строго импровизированные выступления. На ютубе есть несколько записей этих перформансов на канале Чиминьо. Посмотрите, это великолепно. Ссылку на них оставлю в описании. В серии сейчас два альбома, Energy 1 и Energy 2. Там смесь энергичных композиций и более спокойных треков, совмещающих элементы джаза, электроники и других каких-то жанров. Эти альбомы не только демонстрируют исключительные навыки импровизации музыкантов, но и их способность создавать цельные и привлекательные композиции прямо на ходу. Это поражает, конечно. Для меня это прямо праздник неподдельного, нефильтрованного музыкального самовыражения, свободного от ограничений музыкальной индустрии и традиционных жанровых ярлыков. Не знаю, видимо на репите буду слушать его очень долго. Вот вы просто послушайте вступительную вещь первого альбома под названием Raze, и вы сразу все поймете, насколько это круто, и поймете, ваша ли это музыка или нет. Что касается работы нашего усилителя, то эту музыку мне больше понравилось слушать в триодном режиме. Так она звучит более деликатно и тонко, хотя пространство и атмосфера небольшого зала лучше все-таки раскрывается в ультралинейном режиме. Ты, кажется, ближе к сцене оказываешься, но на мой вкус все-таки несколько шагов назад от сцены в триодном режиме более комфортный для прослушивания всей сессии залпом. А их хочется слушать именно залпом. Кстати, я забыл сказать вам про пульт. Он классный, железный, с минимумом кнопок, но и главное на нем вот здесь сверху, это переключение триод ультралинейный, так что он позволяет вам, не вставая с дивана, сравнивать звук. Это классно, конечно. Не классно, что кнопки гремят немного. И по поводу переключателя обратной связи. Разница невелика при переключении, так что-то на уровне совсем тонких моментов. Я послушал и так, и так, и предпочел оставить его в положении high. Так звук мне показался более точным в самых мелочах. Но это уже реально ловля аудиофильских блох. В целом же усилитель оказался удивительно быстрый, сочный и бодрый, когда нужно. Не ждешь обычно такого транзисторного поведения от лампы. Он очень широкую сцену строит на хорошо записанной музыке и тембрально звук очень богат. Тут спасибо лампе. Поэтому его приятно слушать вдумчиво, кайфовать от звуков, пробовать разную музыку. А как это заиграет, а как то. Ну и кстати, MP3 Spotify здесь довольно сносно звучит. Отторжение не вызвал вообще. Есть ли у него недостатки? Ну, я не нашел практически никакой вещи в нем, которая бы меня лично раздражала. Вот разве что пульт. Он классный, металлический, но немного брякают кнопки, да. Но вот еще защитная решетка. Если придираться, то она слишком глухая. Ставишь ее, и вся красота ламп прячется. Поэтому я ее сразу убрал и не доставал все время. В общем, все это ничтожные придирки, конечно. Даже с учетом его немаленькой стоимости, 450 с лишним тысяч он стоит на момент съемки, я не вижу все равно, за что его можно ругать. Может быть вы найдете, не знаю. Это стильный, выдержанный, высококлассный ламповый усилитель, который и украсит хорошую систему, и даст владельцу возможность настраивать под себя звук, не спасав даже перед тугими колонками. В общем, перед вами один из универсальных ламповых усилителей, который подойдет вообще всем. Кроме тех, кто хочет, чтобы было вообще прям строго по звуку. И возвращаясь к моему изначальному вопросу. Может ли Каин встать на одну ступень с той самой фирменной техникой? Ответ очевиден. Он уже стоит там и по очень многим объективным параметрам превосходит многое из того, что там находилось десятилетиями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова